Кто сказал, что удел пенсионеров только нянчить внуков? Пожилые люди Подмосковья доказали обратное. Сегодня в Доме правительства прошел конкурс бальных танцев. Участникам за 70, но они здравиум отжигали на площадке, как 18-летние. Глядя на них, и наш корреспондент не смогла усидеть на месте. Елена Ширяева, стараясь не запутаться в собственных ногах, станцевала самыми неугомонными. Всем, кому за 70, на танцплощадку. На паркете жизнь бьет ключом. Глядя на эту пару ног в ботинках, и вовсе подумаю, что отжигают подростки. Людмила сменила каблуки на платформу, потому что танцует без одной косточки в ноге. Неугомонная только после операции. Врач знает, что вы сегодня вот так вот прыгаете? Врач не знает, что я вообще танцую. Он просто просил разминать ноги. Ну вот я и разминаю. В программе три коронных танца. Это вальс, танго и квикстеп. Но участники не путаются в своих ногах, ведь в этом они настоящие профи. Эти танцы ностальгии по их молодости. А этот пожилой участник герой не только войны, но и всей танцплощадки. Долгожитель среди конкурсантов. Ему 90 лет, уже плохо слышит. Но все па знают наизусть. Можно вас пригласить как самого почетного почти участника танца? Можно? Станцуете за мной? Можете вспомнить запоминающийся танец в вашей жизни? Когда это было? Ну это когда я в авиации служил. У меня на больных у нас офицерские баллы были. Там я танцовала. Некоторые танцоры превратили паркет в сцену, переоделись в гусаров и императриц. И в это в конкурсной программе не заявилась. Пришла на других посмотреть, а главное себя показать. В таком колоритном платье грех оставаться в тени. Дизайн в основном исторические книги. Это я очень люблю. Это все царские баллы. Это все то, что было для революции. Вот эти платья мои, вот эти перья. У меня их дома много, и шляпок, и всего. А эта парочка, несмотря на седину и морщины, молодожены. Для них жизнь после 60-ти только началась. Недавно поженились. Кстати, сблизил супругу Добрынских танец. Мы познакомились, когда пришли танцевать. И понравились друг другу в танце. Вы решили сделать ее не только партнером по танцу, но и по жизни? Да, да, да. Обязательно. Обязательно. Очень у меня красивая партнерша. Конкурсанты – это самые непоседливые пенсионеры Подмосковья, которые не готовы мириться с возрастом. Сегодня они доказали – могут не только стряпать пирожки и нянчить внуков. Вы должны слушаться партнера. Это самое главное партнерское действие. Глядя на их драйв, и наша съемочная группа тоже не усидела на месте. Мастер-класс для нас провели победители прошлого конкурса. В номинации «Вальс» победили участники из Истры. В танго победу одержали конкурсанты из Одинцова, а в квикстепе – танцоры из Лосина-Петровского. Елена Ширяева, Артем Антонов, Новости 360.